Моя хорошая, моя сладкая. Этой крохе всего пять дней. Она мирно спит в кроватке больничной палаты и даже не подозревает о той суете, которая сейчас царит вокруг нее. Жизнь Софии висит на волоске. Родилась она с врожденным пороком сердца. Страшно я боялась. Ее предложили на грудь, но я боялась даже дотронуться, потому что я не знала, что можно ее трогать себе нельзя. Потом ее сразу увезли. И я ее только сегодня увидела. Врачи поддерживают жизнь ребенка с помощью капельниц. Малышка окружена вниманием и заботой, но с каждым днем, с каждым часом времени у нее остается все меньше и меньше. Сунечка спокойная. Девочка хорошая, но сказать, что патология, конечно, есть, но а так вообще она хорошо себя ведет. Беременность, рассказывает, Марина проходила без осложнений. Результаты анализов были хорошие, плановые УЗИ не вызывали подозрений. И лишь последняя показала патологию. Просто очень поздно узнали о том, какой у нее диагноз. К сожалению, уже на 39-й неделе. Совсем случайно, потому что раньше на УЗИ почему-то было не видно. Врачи выяснили, у Сони, говоря простым языком, поменялись местами аорта и легочная артерия. Это привело к нарушению кровообращения. А значит, доступ кислорода в организм ребенка закрыт. Уже перед родами стало ясно, без операции не обойтись. У девочки самый часто врожденный порог сердца синего типа, который мы встречаем у новорожденных детей. Это распозиция манистральных сосудов, которая требует в данной анатомической ситуации коррекции в первой неделе жизни. Поэтому операцию мы должны сделать практически по планово-экстренным показаниям, планово-срочным показаниям и коррегировать этот порог. Операция сложная и дорогостоящая. Необходимо собрать 500 тысяч рублей. Марине найти такие деньги не по силам. Она одна воспитывает двоих сыновей. Старшему 11, младшему 6. Ребята помогали маме во время беременности. И сейчас с нетерпением ждут, когда их маленькая сестричка приедет домой. Я не стала говорить мальчишкам, чтобы не расстраивать. Они там, особенно младше, ему 6 лет, вот Никита зовут, он там плакаты рисует ей, что мы ждем тебя, сестренка. София проведет в больнице еще минимум две недели. Столько длится период реабилитации. Но сейчас главная операция. И чем скорее она состоится, тем лучше. Андрей Яковлев, Алексей Купцов, Саулю Скильпис, Вести, Санкт-Петербург. Чтобы помочь новорожденной Соне, достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Его стоимость 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств для малышей. На сайте нашей телекомпании и на сайте Русфонда, все адреса сейчас на экране, можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать, и кому из детей они спасли жизнь.